Пётр Первый, конечно, ну, лучше всё понимать. Ну, Пётр Первый, как классический москвич, решил построить дачку, нашился выбор и место. Ну, согласитесь, ну, какой нормальчик будет строить дачку на баллонах? Действительно, атмосферка не очень. Но чуклонские девушки, видно, привестили и его. Поэтому, как многие москвичи, он зачем-то вот. А мы теперь от этого страдаем. Ну, Путин в Москву не очень. И он в Сочи. Он в Сочи. Поэтому тяжело вздохнуть. Бригада поднимает, и мы лицем в Сочи снимать в Азии. А у него день рождения. В среду. А у нас четверг съём. Эй. Ну, мы выставились, такие все серьёзные. Я напудренный. В этом костюме. Волнуюсь. Нет-нет, я волнуюсь не то, как пройдёт интервью, а до ночи, что он придёт или нет, потому что оставаться в Сочи на день мне вообще не хочется. Мечта от меня такой же скорее улететь. Час нет, опоздаю. Раз, два, три. Звонок. Так. Соловьёк соезжёт. Куда? Тут негалеко. Сажусь в машину, как идиот загримировал. Приезжали. В комплекс. Дети бегают. У Путина была с ними встреча. И Путин зашёл в какой-то кабинет, и к нему стоит такая толпа людей. Все со мной здороваются так, а только я их лучший родственник. Я вообще не хочу. Такие все радостные. Ну, если бы в эту очередь попал, значит, уже точно свой. Я думаю, может, что попросить? Так вроде всё есть. Шутка не моя. Шутка Леонида Вермольника, которую он рассказывает о беседе Никиты Михалкова с Путиным. Ну, есть. Жду своего человека. Путин у меня смотрит, а Путин – это человек миллиона массов. Он включает такую обояшку уставшую. Кей! И говорит, Володь, ну, до четырёх утра вчера люди были. А семь уже функционировал. Нет, если ты хочешь, я, конечно, могу, блядь. Но, может, лучше давай в субботу. Я отдохнул. И он в субботу, вот, с утра первым делал интервью. Конечно, конечно. Товарищ Верховный Главер. А ну, а кто? И он. А Путина, я вот такая манера, вот так. Очень проникновенно, только для тебя. Только для тебя. Говорит то, что уже было во всех снах. Но он говорит так проникновенно и так искренне, что думаешь, господи, это же государственные тайны. Меня сейчас... И он мне рассказывает про то, как мы наблюдаем колонны, которые идут туда-сюда. Притом, Путина, он в этом плане идеально отключает. Ну, вот так. Наши ребята отработали. Заседлили. Прохождение колонны, прямо с территории Турции, и воздействие. И я такой, значит, вдохновленный, как-никак, государственные секреты знал, не знаю, как все с ним делать, потому что я уже слышал и разбился до этого. Ну, это, видно, вот что-то особенное было для него. Тут же получил поручение какое-то, быстро забыл, кому-то надо было помочь. А там стала такая взволнованная девушка, которая, все есть люди, которые говорят, человек из телевизора, у них возникает идея. А давайте делаем хорошую телевизионную программу. На это ответ сразу честно. Давайте, но не получится. Но выступить надо. Ну, танцы совершились, я улетаю, группа остается, прилетаю в субботу. То есть, уже считать, я на неделю Путина два раза не буду. Люди, понимающие, они сразу понимают. О-о-о, это уже близость к телу. Уже можно обращаться с просьбами. Человек растет. Ты давай дырочку. Я думаю, ну, сегодня на сколько часов? Тут нет, вовремя появляется, в хорошей форме, и, как назло, тракт в Турции. Информация только поступает, да и в Турции еще иудически не будет. И я говорю, Владимир Владимирович, вот прямо сейчас разворачивает событие, тракт в Турции, количество погибших устанавливается, но по тому, как нарастает, видно, что большую карту. Собранцы, не в Турции. Я говорю, ну, давайте, наверное, надо сделать, кроме того, что мы пишем для фильма, который, надеюсь, в конце декабря, там, на 7 декабря вы выйдете. Ну, давайте, говорю, может быть, актуальное интервью сделаем, заодно поговорим. Вообще, зачем мы в Сирии, как, что, как, ракета, что. Он говорит, ну, давай. И так получилось вот это актуальное интервью, которое вообще никто не запланировал. И мы говорили о Турции. Я говорил, что там все очень сложно. Накачанная информация от Семена Аркадьевича и от Евгения Яновича, мне было легко объяснять, где какие-то интересы, что, почему, как, как идет. То есть я минут на 20 цитирование выявил в Георгиевском Союзе. Ну, правильно, стали честны. Я всегда, когда цитирую, указываю источник, поэтому я президенту сказал, вкладюсь мудрости откуда. Мы, кстати, очень горжусь тем, что наши эксперты, они сейчас привлекаются на работу, в самом ответственном министерстве, стали слушать. Это очень важно. И вот так получилось это интервью, притом было очень интересно, потому что я как-то вдруг дико успокоился, а Путину это что-то мешало. Поэтому было неясно, что его танцующие ботинки пытаются сказать моему мертвого стоящему. Потому что я так сел, так уверенно, я думаю, все, теперь мне удобно, я его вижу и даже слышу. А Путин что-то не был. Притом мы с ним на многом говорили, когда ей зашла моральная нравственность, он говорит, ну, мы сами говорили о работе Энгельса, я его увеличил в том, что он абсолютно марксист. Путин недолго возражал, а потом стал просто реально цитировать пусками Энгельса, чтобы это было очень трогательно. Особенно то, что оказалось ленточных червей, потому что, ленточные глисты, потому что ленточные глиста являются как раз воплощением на ногами. Потому что сама собой размножается, то есть, говорите им, и Путин с таким удовольствием этот кусок привел, и я чувствую, ну, все. Теперь я точно про Путина знаю, ну, все. Теперь я так близок к Путину, а я еще Путина книгу мамина подарил. Путин так я взял, полистал, там, фотографии Леонарда Даниловича, а репродукции фотографии. Фотографии Леонарда Даниловича, это было бы круто, но, конечно, Кеннад до этого не додумался. Это может сделать только Эппл. Ну, вот, и, хотя нет, если это сделает Эппл, первым, кто появится, будет Борис Надежный с Эбайпаном. Я говорю, Леонардо, я подумал, что, ну, президент, оказывается, в искусстве разбирается. При этом сам я подумал, господи, я не помню, Леонардо, это меня как-то от волнения. Леонардо. А затем, так, если у меня Леонардо, я думаю, что уже советские ученые атрибутируют, что если Путин сказал, что Леонардо, значит, нет. И тут я думаю, ну все, а скоро после этого День рождения Никита Михайлович. А я уже Путина два раза, и я захожу, это надо было видеть. Страна-то у нас, оказывается, не поменялась. У нас, оказывается, поблизости к телу все мерят. Я, можно сказать, пройти не успел, как нахуй уходят. И вокруг меня сразу уже, я думаю, главное, чтобы не залезали. Губернаторы, полпреды. Люди со значением в глазах, значит, чекисты. И каждый подходит, и целуется, думаю, обселенялись. Стол мой где-то был не в том месте, а меня приблизили. Вот у Михалкова здесь, а у меня я. Сижу и думаю, точно уволить. Так как начальство моё сидит даже чуть дальше от медицинской. Значит, точно сожрут. Никита Сергеевич волнуется, но вокруг плохо слышащие люди обозначает, что будет сам. Когда у мужика, кухи такая, правоточка, то понимают, что за этим будет точка. И действительно, неожиданно на сцене, сам бегает. Зал замирает, и Путин говорит, сегодня день рождения, мы его друга, Никита Сергеевич Михалковский. Фух. Фух. Друг. Обращайтесь. И я так чувствую, вот у меня какие друзья. С Никитой у меня хорошие отношения. Да ты чё? С нами друг я сразу вспомнил анекдот про... Аустралийс. Когда перед старим оператором Александру Первому, падает граната. Подвигает порученье, хватает, забрасывает, она взрывается. Александр говорит, порученье, буду спасать мне жизнь, за это я исполню любое ваше журнал. Ваше, господи. Хотелось бы жениться на обочери граф Ростова. Граф Ростов. Поручик Ржевский просит руки. Хорошо, господи. Граф Ростов. Поручик Ржевский просит руки. Граф Ростов. Князь. Поручик Ржевский просит руки. Богат. Ну, князь. Ну, князь. Ну, не богат. Граф Ростов. Князь. Владелец Орловской, Тульской, Владимирской и Курских губерний. Поручик Ржевский просит руки. Багат. Продолжение следует...